Вот про капитана бомжа понятно, это правильно Но вывести в топ корабль тоже нужно свободки неслабо потратить Я понимаю, что время экономишь Но можно было бы бой на стоке, второй в топе Зачем? Вы пока... Вот серьезно Если вы прокачиваете одну ветку То пока вы ее прокачиваете Вы набираете свободки, чтобы открыть модуль На не все На все может не хватить, если вы играете без сигналов Но пока один корабль прокачиваете Вы набираете необходимое количество свободки Чтобы открыть как минимум корпус Корпус это уже усиление охеренная корабля Соответственно, не ждите свободку Поймите, если вы хотите играть комфортно И чтобы вас радовала игра Ну нету таких игр, в которые, блин Не придется делать в какие-то вложения В данном случае вложение не в том, что вы должны донатить А в том, что вы должны тратить свои ресурсы Чтобы вам было комфортно То бишь, вас игра сама по себе разводит на свободку И я на стоковых кораблях играл только, наверное, первые месяцы Потому что я просто, что там Я со второго по пятый уровень катался там Мне было весело Какие в жопу свободки и так далее А потом я выходил, прокачивал корабли И я сразу открывал модки за свободку Иначе это полный ахтун Поэтому не стоит трепетно относиться к этим ресурсам Вы их отобьете все равно себе в плюс Просто одно дело, что вы их вложили И вы их начинаете отбивать с комфортом А другое дело, что вы терпите и терпите Терпите и терпите Смысла в этом нет Здрасте Диман, привет Ну он Сложный геймплей На 23 километра фугасами по мне хуярит Че ж ему там сложно вот на решелье играть-то будет Не думаешь головушкой, а фугасиком хулякаешь Мало, кстати, урона наносим И что-то чем больше он подставляется Тем меньше урона я по нему наносил Нам, кстати, лайтнинга сейчас, скорее всего, грохнут там Ну может и выживет Кто знает Красный че-то все смещаются на 9-ю и 10-ю линию А у нас там один демон, который зачем-то вперед попиздил Зачем? Неясненько Неясненько, неясненько Ой, хорошо Вот это вот попадание, которого я ждал, потерпится Вот сюда бы успеть бы Ну может что-то черканет там хотя бы парочка сквозняков Лайтнингу все в помощь сейчас будет Нормас Придется немножко вперед сейчас подвыскочить и вот здесь вот пройти по точке Может нам и в бортинку насуют, кто знает Но деваться некуда Нужно было эсминцы этого проконтрить Там кто-то про ПТЗ говорил Что-то может и сработало Но это не точно Здесь по сути на фланге-то один Ямато торчит Но у нас стоит толпа, блядь, зеленых и нихера его не щемит И меня этот факт просто вымораживает Вам что, официальное приглашение нужно? Ну пишите это адрес, я вышлю Правда пока вам довезут, скорее всего бой закончится Не, ну почему нельзя так... Почему так тяжело считать корабли? Вот серьезно Ну видно, что все, блядь, красные ушли туда Все Вперед Шесть рыл К нагибу, к славе, к успеху ПВО-шку сломали Осуждаю Мы сейчас немножко на ремонт отступаем О как Интересный поворот Это все даже не светится, понимаете? А, ну да Понятно почему Теперь точно на ремонт отступаем Понятно почему он пробился Почему тоже позволено нас пробивать Какие там жопу ПТЗ? Я вас умоляю Что-то у меня есть предположение Что если сейчас наша вот эта вот Агитбригада с краеходов Не начнет, блядь, делать что-то полезное То мы всрали Просто в этот раз всрали С побольшим уроном у нас Ну, ее очень нехорошо всекли Крейсер врага потоплен Что-то даже, блядь, глаза разбегаются В кого-то стрельнуть-то Стоим, хилки ждем Мы свое лицо уже нараспродавали Дешево и неэффективно Ну как неэффективно? Нормально, в принципе Просто можно было бы и лучше Кто-нибудь, наверное, вот этому парню Может расскажет, что Мавзолей, блядь, в другой стороне Вон там, вон его где-нибудь закопают Ну притопят, по крайней мере, в водичке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Честно говоря, даже не знаю Что здесь придумать То, что надо убить вот этого Ямато А возможности убить вот этого Ямато У нас немного Ленин там уже, вон, практически на дне Курв даже в него не стреляет А мы его в Носяру не должны пробивать хорошо Придется прибегнуть к древнему оружию, блядь, этих римлян Или к древних греков Нужен греческий огонь, блядь 59 тысяч мы ему в Носяру кинули Но пожары здесь нужны Если, конечно, будут прокать И, понимаете, чешут Ну вот, блядь, ну выровнять сначала Лению-то надо Лению фронту выровнять Выходит под перекрестный огонь Вот, блядь, ну Твою мать Я просто не знаю, как у них это работает Реально Сейчас будем, ну, басиком сливать каким-то А у меня есть предположение Что стоит возвращаться на ББшке Я, блядь, не грек И греческим огнем не владею Для этого нужен винрейт 40% Чтоб твои линкоры поджигали кого-то Вон, поход, владею все-таки 40, 40, 40 тысяч Так, крем и лидергросс почти вышли И вот здесь вот ББшку заряжаем уже Сюкаку пошел его бомбить Успеем скорость набрать, нет? Какие там в жопу ПТЗ? Я реально не знаю У нас ПТЗ отсутствует на корабле Ну и там весь этот центр сламывается Потому что они жили Вот серьезно Эти союзники здесь жили Только потому что Здесь не было врагов, блядь Они ни с кем не воевали, понимаете? Поэтому эти шесть ебал здесь были живых Как только дело дошло До столкновения с красными Они сразу сдохли Ибо они нихера ничего не делают Сейчас посмотрим Хватит нам динамики и везения Потому что в носопырку реально Хер, мы ему что сделаем Мы тут пытаемся маневрировать Как-нибудь Нужен, конечно, второй пожар Но второго Вот, прошел Отлично Это очень хорошо Это очень-очень-очень-очень-очень хорошо Он должен померить Ебалк, чиним И едем дальше воевать В принципе, Дергросса мы должны убивать Плюс с точки он сошел Порто-Рико не самая удобная для нас цель И в принципе-то в нее и нахуй не надо стрелять Но мне доворачивать на вот этого пока неудобно Вот в чем дело Но его надо мусолить Два непробития Кремля Шикарно Плюс опять-таки Я вот и думал Что АВИК на него полетит Да, АВИК его ББшными бомбами Должен карать Дергросса, конечно, проблема редкостная Взошел он все-таки на точку обратно Ммм, блять Какой тайминг, говен Вот это вот острова тут понасрали их Простому человеку не оплыть Двигатель в форсированном режиме И что ты один раз шель проатаковал И все Ты об кого самолет это слил, родненький Об кого-то слил Об кого-то О, фуги пошли ПМКшные Путь мужик в ПМК играет Пожарная тревога Пожарная тревога Небаладки устранены На хер с два мы им что сделаем Этот до сих пор не может без моча добить Не может, не может, не может Не может он его добить Но Как мы стрельнули смог И сейчас этот пробьет Максимально разогнанный Отчаянный Практически 127 хп Потому что Андрюшка стреляет Андрюшки убивать не положено Это древние традиции Их нарушать нельзя На И этот просто вносяру пойди Сейчас пробьет Вражеский линкор уничтожен Вражеский линкор Вражеский линкор Не пробьем Не пробьем Но в нос куда-нибудь шандарахнем 7600 Ну тут нужно просто сквозняки ему поставить И все Ой, бля Если бы вот на самом деле В нашей тиме Хотя бы было чуть-чуть Здравого, блядь, смысла Ну где ж его взять на хай-левеле Чем выше уровень боев Тем тупее союзник Потому что сначала Вот давайте вот просто реально объективно Вот без мата даже Без посыла нахуй половины дятлов Блядь, просто куда подальше Все красные перемещаются на девятую и десятую линию Толпа зеленых Пускает тонкую слюнку слюны себе на писюн Разрабатывает кулачок Стоя на месте Тем самым отпускают ямато на дистанцию Мы в это время здесь как раз убиваем огневого Выходим вперед И как раз начинают двигаться зеленые О боги Произошло осознание Что они одиноки на краю карты Дальнейший путь их проследовал на центр Но нет Занять точку и выстроить свою линию обороны Чтобы противник банально на них выходил И его могли перестреливать через острова Создавать перекрестный огонь Это удел каких-то умных блять статистов Которые понимаете ли в игру играют А ради удовольствия Нужно соляново выходить под фокус Под перекрестный огонь Под атакующий красный ордер С девятой и десятой линии При этом здесь мягко говоря Игроки Но не очень высококвалифицированные Таким образом мы теряем большую часть команды Казалось бы Остается один Ямато во фланге Против него действует Ленин Курфюрс Республика Но я вас умоляю Устранять угрозу Которая расстреливает два корабля Одного пробивает там в рамбет что ли Блять этот Ленин в принципе утырок был Другому носовывая в Бартину Ну БМК же стреляет в линкор Зачем убирать его с фланга Чтобы обеспечить себе дальнейшее продвижение вперед Еще хороним два корабля Дальнейший путь просто оказывается в пиздеце И тотальном наслаждении Десятыми боями Сука как они это делают Вот ей богу я хрен его знает Ай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok